Но тут осознал, что это едва ли возможно. Замок в значительной мере был общественным местом, и закрыть его ворота было бы для графа равносильно объявлению о предвижении вражеской армии. В Артоломео жил в нескольких милях от города Ширинка. Городской замок, на него шериф графства, а у Артоломео был свой собственный, вокруг стен которого выросла небольшая зеленька, известная под названием Яруска. Сноска. Яруска, а тут грампский замок. Ангелский. Конец сноски. Уильям прежде уже бывал там, но сегодня он смотрел на него глазами захватчика. Он увидел широкий и глубокий рог, имеющий форму цифровой гостей. Причем верхний круг, или восьмый, был меньше нижнего. Вырытая из рва земля образовывала волны, насыпанные вдоль внутренних берегов обоих кругов. У основания восьмерки через рог был перекинут мост, а земляной вал разрывался. Здесь был вход в нижний круг. Единственный вход. Попасть в верхний круг можно было только пройдя через круг нижний и перебравшись еще через один мост, соединявший оба круга. Там-то и находился дворец Град. Когда Уильям и Уолтер скакали через окружавшее замок в поле, они видели множество входящих. Эй, двое воинов на быстроногих конях переехали через мост и помчались в разных направлениях. А группа из четырех верховых въехала в замок перед самым мостом Уильяма и его путь. От внимания молодого Хаблея не ускользнуло, что последняя секция моста могла подниматься из массивной каменной стражевой башни, которая служила входом в замок. Вдоль зеленого вала на равных расстояниях также располагались надежные башни, таким образом, что в случае нападения все пространство между ними легко простреливалось обороняющимися лучниками. Конечно, задумал, чтобы штурмом обладать этим замком потребовался много времени и крови, да и не собрать Хаблеев достаточное для такого дела войска. Конечно, сегодня замок был открыт. Уильям назвал караульному свое имя и без дальнейших расстройков был спущен. Внутри нижнего круга восьмерки, спрятавшей от внешнего мира с надземленными стенами, находились обученные хозяйственные постройки, конюшники, кухни, мастерские, лестников, внутренняя башня и часов. Вся атмосфера была напитана каким-то напряжением, поминки, оруженосцы, другие служа. Идите, разговаривая на них голос, приветствую друг друга, отпуская шуточки. Ничего не по разбивающему человеку это всеобщее возбуждение и бигаге могли показаться не более, чем нормальные реакции, челленджи и возвращение хозяина. Но уильям видел в этом не очень больше. Он ответил,